Добрый день! У нас начинается новая недельная глава Торы. Называется она Эмор. В книге Зефархахенух мы читаем, что в этой главе 63 заповеди. Из них 24 предписывающих, мы с вами говорили, что предписывающие заповеди те, которые отвечают на вопрос сделай, и 39 запретов, те заповеди, которые говорят не делай. Сегодня мы поговорим о заповеди, которая написана, что если дочь Коэна осквернит себя блудодейством, отца своего позорит она, в огне добудется жена. Значит, если это не дочь Коэна, и она будет замечена в таком преступлении, то наказание будет другое. Утушение, это суд принимает решение, а вот в случае, если дочь Коэна, так. И Раши приводит один пример. Написано в Лаево и Шеф, написано, что Ягуда взял невестку своим детям, одному сыну Эру, который зовут Тамар. Сын Эры умирает, женится второй сын по праву деверя, его зовут Танан, он тоже умирает, и он подумал третьего не давать ей. Решил, может умрет и он. Он не знал личной причины, почему они умерли, не давали забеременеть своей жене. У одного была цель сберечь фигуру, другая не хотела давать возможность восстановления имени брата. И понял Атамар, что она не дана Шеле, а у нее было пророчество, что от нее цари произойдут. И она решила поймать самого Ягуду. И она притворилась блудницей, села на дороге, поставила шатер. Ягуда после смерти своей жены утешился и шел к стрягучим овец в Тимну. Она поставила шатер как раз напротив этого места, где находится пещера Махпила Святость там. Ну и он щел ее за блудницу и поврактил к ней. И кончилось с тем, что она его на себе женила. Она берет у нее в залог печать со шнурами, посох, то есть этот шатер как хупа сработал, печать это как кольцо. Она продумала все. Он думал, что идет блудница, а она его на себе так женила. И она зачала и говорится, что доложено было Ягуде месяца через три, что она зачала от разврата, что она прелюбодействовала. Но Ягуда и говорит сжечь. Есть мудрецы говорят, что он же царь, царское колено, вот он царское я, сказал сжечь и все. А Раша говорит, не говорит. Приводит устную традицию, что он это вынес не сам. Это был Бейдин и Ягуда, Яков и Ицхак, наш праотец. Судили по закону Торы. А какая нам дочь Койна, когда у нас Койны появились, и после того, как мы уже вышли из Египта, священники, то говорится в Торе в главе Лых-Лыха, что когда Аврагам стал победителем в войне, когда передрались между собой 15 царей, то вышел малкий царь Шелема, он был священник Бога Живого, и благословил его, и был священ Бог, и так дальше. В общем, вот все это он сказал. и написано, что он был Коин, священник Бога Живого. И вот он был Коином. Это никто иной, как Шем Сынаха. Получается, его дочка Тамар, она дочь Коина. Во всяком случае, до сих пор, пока это событие не произошло, он был Коином. И даже если он ее родил последний день своего Коинства, то все равно ей на этот момент до 200 лет, 192, я по-моему, там считал, года. Значит, и как же так, как она могла выйти замуж за мальчиков, 6-8 лет, не больше их было. Так, она была юная. А как понять, что она юная? Дело в том, что ее папа Шем живет 600 лет. Естественно, что если ее папа столько жил, то она в возрасте 200 лет, или как бы треть жизни, а есть и последствий мы знаем, что человек живет в среднем 70 лет, от силы 80, то треть жизни это 20 с чем-то лет. И понятно, что она была молодая, хотя ей на самом деле 200 лет. Вот такая удивительная история. И поэтому, так она была дочерью Коина, они вынесли такое решение. На сегодняшний день наш урок заканчивается. урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бен Йосиф, Мира бен Варгам, Роза бен Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Задроя Светлана бен Клара, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина бен Соня Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен Софья, Двойра бен Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берте, Евгения бот Ита, Исхак Шимон бе Белла Мотал, Фира бот Анна. За хороший дух Арон Ария бен Двойра, Денис бен Ахум, Авигаль бот Сар. Всем всего хорошего, записывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем всего самого лучшего, до следующих встреч.